Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как расставить личные границы с парнем? Возможно ли придать уверенности в отношениях, которые начались неправильно? Уважаемые эксперты, подскажите, пожалуйста, как тонко и без ссор поставить на место парня, указав мои личные границы. Встречаемся с 7 лет живым вместе. В начале отношений я боялась его потерять, поэтому шла на уступки почти во всем. Причем в начале отношений не думала, что это любовь, раз и навсегда, поэтому продолжала общаться со своими знакомыми. И благо парень читал переписки и находил в них тайный смысл измены. Следовали истерики, ссоры, в итоге мирились, но остаток у него оставался на моей неверности до сих пор. Это было лет 6-7 назад. После тех случаев подобные переписки я прекратила. Наверное, самое главное, я была в отношениях, когда мы начали переписываться. Потом, когда поняла, что влюбилась, рассталась с парнем и начала встречаться с ним. Знаю, что была не права и его позиции. Понимаю, что это гарантия, что такого не произойдет с ним, но в жизни всякое бывает. Последние несколько лет я стал уважать себя и говорю все, что считаю нудним. Делаю как о чем, прямо обозначая границы, но недоверие чувствуется. Считаю, что все из-за его неуверенности и его личных травм. Право ли я? И как это исправить? Да и вообще много всего накопилось за 7 лет и обид, разногласий, бытовухи. О свадьбе речи не идет, хотя предложение мне сделалось 6 лет назад. Мы накопить не смогли, а может и не хотели. Он сирота и не хочет тратиться только на мою родню. И делать праздник для меня. Его слов. Готов просто сходить в ЗАГС, расписаться без торжества. Контроль. Я чувствую повсюду. Почему задержалась с работы? Почему одеваешь такое откровенное платье? Делать прически на мероприятия в салоне это деревенчина. Все, зачем тебе внимание от мужиков? И комментарии под моими фото от парней у него вызывают подозрения и так много всего. На каждое замечание я даю развернутый ответ и отстаиваю границы, но всегда остается неприятное ощущение, как будто оправдалось. Как будто и правда виновата, и не права. Ну что же, здесь ситуация довольно-таки неоднозначна, как мне кажется, по той, например, простой причине, что у вас, как мне кажется, действительно есть вина. То есть вы действительно чувствуете себя, ну, как бы виноватой. Я, конечно, всех деталей не знаю, но мне кажется, что виноваты вы себя так или иначе чувствуете. И вот, на мой взгляд, в первую очередь, нужно, ну, как бы работать именно с чувством вины. Ну, вот, в первую очередь, как мне кажется, да, вы себя чувствуете виноватой. Второе, ну, как вам, в принципе, мой коллега уже указал на этом, то есть разница между личными границами и необходимостью с вашей стороны, например, убедить человека в чем-то. Это разные вещи, и, соответственно, одно не имеет отношения ко второму. Я думаю, что оправдываться вы пытаетесь, и у вас вот складывается такое впечатление, да, что вы оправдываетесь, на мой взгляд, по крайней мере. А именно по той простой причине, что вы не говорите о том, чего вам хочется в этот момент. То есть вы, как бы, больше обращаетесь здесь именно к, ну, вот, к человеку, а не к себе в этом смысле. Вот, если бы вы обращались к себе, и, вот, как бы, признавались именно себе в том, зачем, к примеру, вы одели, там, платье и так далее, да, то есть, ну, мне так захотелось, мне так хочется, к примеру, мне так, ну, мне так, мне так нравится, и так далее, да, ну, допустим, 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 допустим. Ну, тут уже, наверное, ситуация была бы, скорее всего, уже другая. А так получается, что вы нацелены на молодого человека. Ну, вот, и, соответственно, ну, естественно, что вы чувствуете себя виноваты, если он, вот, как-то с вами не соглашается. Поэтому здесь ваша задача заключается именно в том, чтобы не объяснять, не объяснять вот свои действия, да, как вы это делаете сейчас, а именно просто обозначать, что называется, свою позицию. обозначение своей позиции, ну, не имеет ничего общего, ничего общего не имеет с оправдыванием. Вот. А вы, к сожалению, вот, то, что вы делаете, вы действительно, ну, вот, на мой взгляд, действительно оправдываетесь, к сожалению. Дальше. Теперь мы пройдемся непосредственно по тексту. Да, значит, как расставить личные границы в стартах. А, вообще, здесь интереснее, как, в принципе, расставлять личные границы, и что это, что это для вас, да, и, как бы, хотелось бы немножко побольше об этом узнать. То есть, хотелось бы, вот, несколько лучше понять, что для вас, в принципе, личные границы, да, вот, как, в принципе, вы свои личные границы воспринимаете, да, и, в общем-то, как вы, вот, ну, в принципе, их выражаются, потому что, ну, понятное дело, что говорить о том, что вы хотите, можно и нужно, вот, но, как бы, только этим личные границы, наверное, ну, не исчерпываются. А у вас, получается, такое ощущение, по крайней мере, у меня возникло, что исчерпывается. Вот. Если я прав, то в этом может быть серьезная проблема. Вот. То есть, прежде чем говорить о личной границе, давайте разберемся, вообще, прежде чем говорить о том, как вы строите их молодому человеку, давайте вообще разберемся, как вы их, вот, выстраиваете, ну, вообще, вот, в принципе, да, то есть, в принципе, как вы это делаете, понимаете, да, о чем я говорю. То есть, это граница, это граница ответственности, да, это размещение своих чувств, вот, это значение поступков, которые вы совершаете, совершаете, именно значение, именно значение, не действие, не действие, знаете, какая штука, не действие, а значение, вот. это разные вещи, когда мы говорим о действиях, которые вы совершаете, и когда мы говорим о значении действия, вот, это совершенно не одно и то же, вот, в вашем случае, на мой взгляд, есть у меня такое ощущение, есть у меня такое чувство, что вы можете говорить о действиях больше, чем у значения, вот. Хотя, я, конечно, могу здесь ошибаться, и могу, в принципе, быть неправ, я надеюсь, что я, надеюсь, что я ошибаюсь, но вот, пока это выглядит так. Бам. Вот. Далее, возможно ли придать уверенности в отношениях? Ну, опять же, хороший вопрос, который вы задаете, да, можно ли придать уверенности, но давайте как-то вот все-таки немножко по... по-конкретному, что ли, то есть, ну, что вы имеете в виду, да, уверенности кому-кому, уверенности вам, уверенности молодому человеку и так далее, то есть, что вы здесь вообще вот подразумеваете. Дальше, как только и без ссор поставить на место парня, указав на мои личные границы, я бы сказал, что вот, в принципе, наверное, плохой идеей является кого-то ставить на место. Я бы сказал, что когда вы пытаетесь кого-то ставить на место, это, ну, такая, по сути-то, по сути дела, такая позиция, занимаемая вами, воспитательная, такая позиция, занимаемая вами, она больше, как будто бы родительская, эта позиция. Вот, и я не думаю, честно говоря, что в этой позиции вы можете найти что-то для себя, ну, потому что вы не родитель для своего молодого человека, так сказать. Вы не родитель для него, вот. Понимаете? и, ну, на мой взгляд, такая цель, то есть цель, вот, поставить его на место, это цель воспитательная. Воспитательная цель это, соответственно, обреченность на провал. как правило. Вот. Поэтому, я бы, вот, в этом смысле, да, конечно, обратил бы на этот аспект внимания. Вот. Именно в силу того, что вы пытаетесь быть для своего, вы пытаетесь быть для своего молодого человека здесь мамой. Вот. А это позиция, которая может привести вас только вот к достаточно, ну, к достаточно серьезному негативу. негативу. Вот. Понимаете? Понимаете, да? Вот. Что я здесь пытаюсь до вас донести. Вот. Так что, личные границы. Это, на мой взгляд, хорошая новость. не обязательно выставлять так, чтобы ставить кого-то на мяч. Вот. Если только у вас нет, скажем так, ну, какой-то другой мотивации. Вот. если речь идет не только о личной границе, но о чем-то еще. Вот. Например. Но об этом вы допустим, допустим, не допустим об этом вы не говорите. Дальше. Так. Встречаемся с 7 лет, живем вместе. Да? Значит, здесь я хотел бы отметить следующее. Что между вами общего? Между вами и молодым человеком. Вот. Я бы хотел отметить то, что между вами общего, что вас объединяет. Вот. Что вас связывает, что вас связывает, я бы сказал, что это очень-очень важно, потому что если между вами общего достаточно, если между вами общего хватает, если между вами общего много, то в общем-то, в общем и целом не заставит труда найти точки соприкосновения, которые вы ищете вот собственно сейчас. Если общего мало, если общего недостаточно, точку соприкосновения, возможно, не получится найти, даже если вы будете стараться выставлять границы. Потому что, ну, а-а-а-а-а-а... Мотивация. Вот. Нужно же, чтобы к вам прислушивались, правильно, вы хотите, чтобы к вам прислушивался, молодой человек. Вы хотите, чтобы он вас слышал, а чтобы он вас слышал, нужна мотивация. А мотивация это как раз то общее, что между вами есть. Если общего нет, то и возникает логичный вопрос, а зачем к вам тогда прислушиваться. Поэтому обратитесь, пожалуйста, на этот момент своё внимание. В начале отношений боялся его потерять. Почему боялись? И поэтому шла на уступки почти во всём. Но опять же, страх молодого человека потерять не возникает на ровном месте. Если вы его потерять боялись, значит, была неуверенна в себе. Была, скорее всего, некоторая значимость для вас отношений. Некоторая значимость человека для вас. Да, потом эта значимость изменилась, она качественно стала другой. Но вы, на мой взгляд, не замечаете, что, собственно, поменялось-то между вами. Что, собственно, изменилось-то. как бы, то есть что-то же изменилось, что-то стало по-другому. Вот. Но вы об этом как бы вот в данном случае не говорите. Вот. Вы этот аспект, вот как бы вы его не раскрываете. Вот. А это, на мой взгляд, довольно важный, довольно важный элемент. Вот. Что поменялось между вами, вот, что вы перестали бояться его потерять. Вот. На это, повторюсь, нужно обратить внимание. Вот. То есть обратить внимание на то, что мотивировало вас бояться его потерять, вот. И все изменилось. Причем в начале отношений не думалось, что это любовь раз и навсегда, поэтому продолжал общаться с своими знакомыми, и бывало, парень читал терписьки, находил в них тайный смысл измены. Опять же, здесь как будто бы вы говорите о том, что любовь для вас вот очень-очень важна. Вот. И вы как бы вот, ну, обесценивая, да, в какой-то степени, отношения. Вот. Значит, общались с кем, ну, с другими мужчинами, по факту. Вот. Это тоже довольно интересный момент. То есть, как бы, вас опять же мотивировало что-то так поступать. Вот. Возможно, неуверенность в себе, возможно, поиск какой-то вот дополнительной опоры, может быть. Так, да, как бы. То есть, вот это, этот момент, он очень важен. Вот. Но вы его из вида, к сожалению, убираете. Вот. Бывало парень читал приписки, как они ему становились доступны. Вот. Как вы реагировали на то, что он это читал? Какова ваша ответственность в истериках и ссорах? Какова ваша ответственность в примирениях? Что вы делали для того, чтобы мириться? У него оставался осадок о моей неверности до сих пор. Это было 6-7 лет назад. После тех случаев подобные переписки я прекратила. Зачем? То есть, какова мотивация была? Я была в отношениях, когда мы начали переписываться. Потом, когда поняла его, что влюбилась, рассталась с парнем и начала встречаться с ним. Знаю, что была неправа. А в чем здесь, вообще говоря, в чем здесь ваша неправота? Хотелось бы понять. Вы были в отношениях, поняли, что влюбились. Вот. В чем здесь ваша неправота-то? Я как-то вот что-то не очень пока понимаю. Вы за это как-то, вы за это как-то себя корите. Вот. За это вы себя корите. Вы с молодым человеком соглашаетесь в том, что вы говорите, что я его позицию понимаю. Вот. Ну, вот он, вот он к вам вот так и относится, вот, как бы вот, ну, в таком ключе. Потому что вы с ним, по сути, соглашаетесь. Вот. Поэтому давайте этот момент приясним. Что такого, вот, плохого, взятного в том, что вы, ну, были в отношениях с человеком? Ну, непонятно. Вот, эээ, лично, эээ, лично, эээ, для меня это абсолютно нормальная история. Эээ, не знаю, замещаете вы или нет, как, эээ, в данном аспекте вы просто игнорируете, по сути, ну, себя, по сути, вы игнорируете, эээээ, свой опыт. свой опыт, вот, свое развитие, вот, вы игнорируете, ну, таким образом получается, что игнорируете, вот, и, в общем-то, молодой человек также не дает вам права на рост, потому что, ну, опыт опыт, который вы получили, он бесценен, может быть, вы и не знали о том, что не любили человека, в котором встречались до этого, пока они увидели другого. Так, все-таки гарантия, что такого не присоединяется с ним, в жизни всякой бывает, это правда, тут я не очень понял. Последние несколько лет стало уважать от себя и говорить все, что я нужным и делаю, как хочу. Ну, опять же, нужно понять, как вы говорите и что вы делаете. Прямо обозначаю границы, какие. Недоверие чувствуется. Недоверие с личными границами никак не связано, анонимно. То есть вы почему-то думаете, что личные границы и доверие, это, ну, одно и то же. Вот. Или не одно и то же, но, по крайней мере, одно как-то вот связано с другим. Нет. Личные границы это одно, а доверие это совсем другое. Вот. Знаете, если за, условно говоря, свои личные границы. Отвечаете вы и только вы. Да? И, ну, как бы вот, в первую очередь, ответственность вы несете за них, за свои личные границы. То за доверие отвечает, собственно говоря, другой человек. И, если у другого человека нет возможности для, ну, как бы вот, для того, чтобы вам доверять, допустим, что, что бы вы ни делали и, как бы вы ни пытались, не получится. Ну, сделать так, чтобы человек вам доверял. Ну, вот, не получится никак. Вот. Вот. Поэтому тут вот я бы на это, возможно, в первую очередь обратил бы ваше внимание. Дальше. Считаю, что все из-за его неверности и личных травм. Права ли я и как-то исправить? Да, возможно, но в отношениях, ну, как бы вот, ну, если мы говорим про отношения, именно, в которых вот вы находились, находились, да, то здесь очень важно, наверное, то, как вы обращались со своими чувствами, вот, как вы обращались с чувствами своего партнера, вот. Как вы на это реагировали, ну, на его чувства, да, вот. И, соответственно, это тоже, вот, довольно сильно влияло. Вот. Довольно сильно влияло и влияет на то, как человек себя, ну, на то, как человек себя чувствует. Ну, вот. Поэтому, безусловно, какая-то травмированность есть, но в той же, как бы, в той же степени и в той же мере можно говорить о том, что то же самое есть, в общем-то, и у вас. Вот. То есть у вас есть то же самое, у вас есть та же самая, ну, вот, некоторая такая травмированность в этом смысле, вот. И одно не отменяет другого. Поэтому извините, но здесь я вот как-то, ну, связи, вот прям, однозначные такой связи, да, я прям не нахожу. Вот. Да, конечно, у него травмированность есть, это правда, у него есть определенные проблемы, это тоже правда, вот. Вот. Но такой, в этом смысле, ваш молодой человек, и вам, в общем и целом, решать, как бы, как бы, вот, ходите ли вы с ним быть или нет. Вот. Потому что вряд ли в этом, ну, вряд ли в этом смысле, да, он изменится. Вряд ли в этом смысле он, ну, станет другим. Вот. Поэтому смотрите сами, как бы, вот. И решайте уже, что вам хочется. И как вам хочется. То есть, если вас не устраивает молодой человек, да, например, не устраивает, то, как он, там, себя ведет, не устраивает, что он делает и так далее, не устраивает, там, его, ну, его травмированность и так далее. Вот. Что вот как раз это к вам вопрос. На мой взгляд, по крайней мере. Вот. Дальше. Вообще много всего накопилось о земле, диабетре, разногласии. Это вопрос для, эм, для групповой консультации. Вопрос для парной терапии. Вот. Как мне кажется. То есть, это можно, вот, что называется, разобрать, именно, вот, эм, на парной терапии. То есть, вы можете это сделать, вот, в этом смысле, именно, вот, в контексте, э, того, что вдвоем, э, а, обратитесь к, э, психологу, да, именно, именно вдвоем. Вот. И, как бы, вот, э, человеком, э, вместе, уже, уже, вот, э, все эти аспекты можно будет, э, проработать. Вот. Сейчас, ну, просто нужно учиться высказывать, э, там, свои переживания, свои желания, вот, свои чувства. А свадьбе личный диск, когда я предложение мне сделать 6 лет назад, накопить не смогли, может, не захотели. Но, опять же, здесь вам нужно за себя, как бы, стараться говорить. Он в тиротане и хочет тратиться только на мою родню и делать праздник для меня. С слов готов просто сходить в ЗАГС и расписаться здесь тоже сейчас. А вас это устраивает? Вот. Ну и, что касается контроля, то это, вот, повторюсь, э, ваше, на мой взгляд, недостаточно, недостаточности, понимания, э, на мой взгляд, недостаточности. Понимания, э, того, вот, что такое личные границы, что такое личные границы, в целом. Вот. Это, э, ну, это первое. Чувство вины перед человеком, у меня есть все-таки ощущение, что вы чувствуете себя виноват. Ну и то, как вы обращаетесь в этом смысле сами, со своими чувствами, со своими потребностями, своими желаниями. То есть как вы вот в этом смысле к ним относитесь, что вот вы в какой-то степени обесцениваете их, к моему большому сожалению. Это, конечно, на мой взгляд, является серьезной проблемой. Ну да, это можно подкорректировать, да, это можно скорректировать. Вот. Но это, опять же, определенная работа. Вот, это определенная работа и работа вот в первую очередь именно вот с вами. Вот, пожалуй, такой ответ я мог бы вам дать. На этом все, я надеюсь, что мой ответ вам был полезен, надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Я буду вам благодарен за обратную связь по нему. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Удачи. Продолжение следует...